Друзья, вышла новенькая iOS 14.6 бета-бак. Хочется о ней сказать. Да нифига тут не нужно говорить. Ребята, это минорные обновления. До iOS 15 вы никаких нововведений здесь не видите. Просто будут какие-то баг-фиксы, где-то что-то улучшено, производительность, автономность, какие-то мелкие косяки, это исправляется. И все, вы ничего там, в принципе, не увидите. Да и за ней гнаться не нужно. Первое, что нужно понимать. Вы должны понимать, какую вы цель вообще преследуете этими iOS. Для меня, допустим, важно то, чтобы iOS была стабильная и автономная. То есть, если вы сидите на iOS 14.4.2, или iOS 14.3, или просто на iOS 14. Если у вас все нормально, я не понимаю, зачем вам обновляться. То есть, какая ваша цель. Если у вас просто какой-то интерес, вы гонитесь, ладно. Можно в этом углубляться, разбираться. Но, как по мне, кто сидит на iOS 13.6, iOS 13.7, вам точно не нужно обновляться. Это очень стабильная iOS, производительная и автономная. Здесь же углубляться нет смысла. Вы просто для себя определяете, что для вас важнее. Поэтому напишите мне в комментариях, что для вас есть важным в каждой iOS. Стоит ли вам подробно вообще рассказывать об этом, что в ней изменили, что в ней добавили. В принципе, она такая же, как и iOS 14.5, по скорости работает. Я вообще вам в целом не советую обновлять никакие бета-версии. То есть, я рекомендую это делать только в том случае, если вы сидите, допустим, сейчас на iOS 14.5, и у вас есть какие-то проблемы в данной прошивке. Только в этом случае вы можете обновиться ради интереса. Просто попробовать, будет ли лучше. Если же нет, вы всегда можете откатиться. То есть, даже если еще сейчас доступно iOS 14.4.2 для отката. Открывать вам приложение, показывать, как работает, ну, не вижу смысла. Я вам могу только рассказать автономность, которая будет уже спустя 12 часов, и уже советовать. Но, в принципе, советую всем обновиться до конечной, которая у нас будет, 14.6, 14.7. Вот нам реализуют в июле, надо было, это будет 10, iOS 15. Вот там уже будут какие-то нововведения, какие-то изменения, какие-то дополнения, или, может быть, вообще полный редизайн. Здесь да, но по этим мелким каким-то обновлениям, ну, я не вижу смысла. 14.5 сейчас вообще отлично себя ведет. Вот как-то так, это мое личное мнение. Подписка, лайк, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok